О личности полководца Суворова знает каждый житель нашей страны. Он выиграл все военные сражения и становился кумиром для многих поколений. Его победы воодушевляли Кутузова, Драгомирова, Багратиона и это далеко не полный список. Личность полководца до сих пор олицетворяется с воинской честью, неординарным мышлением и армейской славой. В культурной столице еще в прошлом веке был создан музей, полностью посвященный его жизни и заслугам. На сегодняшний день хранители все также с радостью принимают посетителей, а музей Суворова в Санкт-Петербурге на официальном сайте размещает актуальные новости по мероприятиям и ближайшим выставкам. В начале ХХ века по указу Николая II приступили к созданию музея Суворова в Санкт-Петербурге. Преображенский полк, где ранее командовал Суворов, передал часть своей территории напротив Таврического сада, а средства собирали по всей стране. Главным спонсором выступил император Николай II. Знаменитый полководец стал первой выдающейся личностью, которому воздвигли музей. Экспонаты на начальном этапе передавали потомки, поклонники воинского таланта и даже сам император. Закончили строительство в 1904 году. 13 ноября того же года состоялось официальное открытие. Присутствовали император, наследники полководца, организаторы музея, представители Семеновского полка, Суздальского, Преображенского, всех, где проходил службу и командовал Александр Васильевич. Церковные служители осветили помещение музейного комплекса. Из-за революции экспозиции закрыли, часть экспонатов была разворована. Все, что удалось спасти, эвакуировали в провинцию. Обратите внимание. Во время блокады в здание попал вражеский снаряд. Часть крыльца и парадного фасада были разрушены. После войны, по указу Сталина, провели реставрационные работы. В северной столице посещение музея снова стало возможным только в середине XX века. Он вернулся обратно, как музей военной истории, на тот же адрес. Обратно мемориальный статус присвоен после развала СССР. В 1998 году закончен колоссальный ремонт, восстановлен по фотографиям оригинальный интерьер, создана экспозиция памяти полководцу. С этого момента музей негласно считается храмом воинской славы России. Издалека здание выглядит, как замок. Оба крыла украшены фресками, посвященными переходу через Альпы и отъезду в военный поход. Вход стилизован под крыльцо, и оформлен в стиле Древней Руси. На башне установлен золотой орел, который был с почестями возвращен к юбилею музея после длительной реставрации. На фасаде также размещен герб полководца. Музей разделен на пять залов, в которых экспонаты разбиты по тематикам «семья», «жизнь» и «военная служба», «образ мышления» и «передовой подход к тактике». Русский музей «Санкт-Петербург» сразу после вестибюля гости попадают в самое масштабное и торжественное помещение. Главным «магнитом» зала является витражное изображение главнокомандующего в монументальной позе. Перед ним поместили личное оружие, пушки и боевые награды. Стены украшены знаменами с турецкой войны и армейскими трофеями. В зале можно найти макет комнаты, где полководец проводил ссылку, утварь и предметы обихода из его дома и монастырской комнаты, где он делал остановку во время военного похода. Вся военная жизнь генералиссимуса и его карьера показаны в левом большом зале. Освящена служба при четырех правителях, участие в основных баталиях того времени и его круг общения. По центру комнаты установлен трофей сражения при городе Нови, Италия, пушка принципа Грибоваля. Для семейной истории отводится левый малый залив. Экспозиция освещает жизнь его супруги Княжны Прозоровской, детей и внуков. Посетители могут рассмотреть их личные вещи и портреты. Военный талант раскрывает правый большой залив. Здесь расположены снаряжения, орудия, обмундирование его времени, построены макеты боевых действий. Все экспонаты доказывают его неординарную тактику и новаторские действия. Обратите внимание, все временные экспозиции располагают в правом малом зале. Круиз Санкт-Петербург-Москва-Санкт-Петербург Основную экспозицию можно изучить самостоятельно во время работы или с аудиогидом на русском языке. Для индивидуальных гостей предусмотрено сопровождение экскурсовода, вторник, 13, 15 среда, 14, 16 четверг, 16 пятница, 14, 16 суббота, 11, 13, 15 воскресенье, 11, 13, 15 Забронировать билеты можно за 24 часа. В выходные дни в 14,30 для детей проводят интерактивные программы, в суббота для детей от 7 до 15 лет, в воскресенье для детей от 5 до 10 лет. Для детей от 6 до 12 лет проводят спектакли о жизни полководца Суворова. На территории Суворовского музея работает сувенирный киоск, где можно приобрести тематические сувениры, оловянные солдатики, медали. В зимнее время работает гардероб. Монетный двор, Санкт-Петербург работает библиотека, в которой собраны уникальные книги. В коллекцию входят справочники, исторические сборники по военной истории. Помимо энциклопедий, коллекция содержит разнообразные периодические издания и книги, подаренные императором. Фонд составляет почти 30 тысяч единиц. Из них треть – это редкие издания. Важно, записаться в читальный зал может каждый желающий курсанты, военные, историки и просто увлекающийся военным делом. Время работы. Музей принимает гостей в режиме «понедельник», «выходной». Вторник с 10 до 18, среда с 13 до 21, четверг с 10 до 18, пятница с 10 до 18, суббота с 10 до 18, воскресенье с 10 до 18. Кассы заканчивают работу за один час до закрытия экспозиции. Стоимость посещения. Билет на основную экспозицию стоит «звездочка». Для граждан РФ – 200 рублей, для граждан иностранных государств – 400 рублей, для особых групп – несовершеннолетние, учащиеся, пенсионеры – 100 рублей, для военнослужащих – 50 рублей. Стоимость аудиогида на русском языке – 150 рублей, оставляется залог в размере 300 рублей. «Звездочка» – право бесплатного посещения основной экспозиции и участия в мероприятиях имеет льготная группа граждан, многодетные семьи. Дети до 7 лет – инвалиды, ветераны войны. Это право имеют не только жители Санкт-Петербурга, но российские граждане при предъявлении документов. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте музея или по контакту «Плюс 7, 812, 579, 39, 14». Обратите внимание. В музее разрешена любительская фото- и видеосъемка без использования профессиональной техники. Стоимость съемки входит в билет. Музей Суворова Санкт-Петербурга имеет свой официальный сайт, где можно забронировать индивидуальное посещение. При посещении обязательно иметь с собой паспорт. Музей находится по адресу Санкт-Петербург, Кирочная улица, дом 43. Как добраться? Пешком от метро от ближайшей станции Чернышевская, 15 минут, на общественном транспорте. Напротив останавливаются троллейбус номер 15, автобусы номер 22, 105, 136, маршрутные автобусы к 167, к 90, к 163, к 389, к 51, к 269, следующие почти во всех районах города. На автомобиле, организованной парковки на территории музея нет. Автомобиль можно оставить на соседних улицах. В центральном районе организована платная парковка, ее область заканчивается улицей Радищева. В радиусе 500 метров от музея можно оставить машину бесплатно согласно правилам дорожного движения. Дополнительная информация и афиша размещены на сайте. Музей понравится не только военным и историкам, но и всем посетителям, кто хоть немного знает о личности Суворова. Даже дети проведут здесь время с пользой на интерактивных экскурсиях, пока родители изучают экспозицию. Звездочка цены актуальны на август 2018 года.